Центральное отопление, вода, дороги и уличное освещение. Такими условиями могут похвастаться жители сел Мамлюцкого и Есельского районов Северного Казахстана. В поселках не первый год работают выбранные народом Акимы, многие из них в тандеме с местными фермерами. Анастасия Дороняк продолжит. Условиями жизни на селе могут похвастаться жители Заградовки в Есельском районе. В состав сельского округа, которым уже 15 лет руководит берег Тулегенов, в ходе четыре населенных пункта, где проживает 1192 человека. Аким здесь родился, учился, работал в средней школе. На выборах его кандидатуру выдвинула партия Монат. Народ поддержал. С каждым годом село укрепляется. А все потому, что местный глава работает в тандеме с крупными хозяйствами. В Заградовке есть новый дом культуры, современный мини-центр, швейная мастерская, гостиница, интернат при местной школе. У нас активно идет строительство домов, также с двумя этими товарищами. В домах сразу находятся все благи цивилизации. То есть туалет, ванная, плюс вот эти позволяющие мощность котельной подсоединяются сразу к центральному отоплению. Чтобы вот молодежь не уезжала, допустим, вот сейчас наши товаропроизводители, вот и как на своем местном уровне делают там небольшие подъемные безвозвратные. Работает в Заградовке две котельные. Центральное отопление и вода есть в 149 домах. На улицах стопроцентное освещение. Решаются вопросы с ремонтом дорог. В своем ежегодном послании глава государства Касымжо Мартукаев говорит о поддержке малых хозяйств на селе. Для решения этого вопроса действует программа Аула Монаты. И Заградовцы ею тоже пользуются. У нас было шесть желающих. На данный момент один человек уже полностью все пакет документов сдал. Он ждет только получения денег. Все одобрено. И второй товарищ, который уже тоже буквально на днях, он уже скорее всего ему будет одобрение. Своей жизнью на селе Заградовцы довольны, ведь условия для комфортного проживания в их населенном пункте созданы. Каждый год у нас обновляют дороги, есть сельские хозяйства. Все прекрасно, нам все нравится. А кем у нас народные, хозяйственные. Как руководители он нам очень нравится. Вечером, если мы выходим на улицу, у нас вся деревня освещается. Дети с удовольствием посещают все детские площадки, которые построены у нас. В последние года можно отметить то, что к нам прибывает очень много жителей с других сел. Вследствие того, наверное, что наше село успешно и развивается. Хорошо живется и жителям села Белое, что в Мамлюцком районе. Беловским сельским округом вот уже полтора года руководит молодой Аким Адильхан Разиев. Населенный пункт находится всего в полусотне километров от областного центра. В Белом много крестьянских хозяйств, работает средняя школа, где обучаются дети со всех сел округа. Решаются другие социальные вопросы. В этом году запустили водопровод. В марте месяце были очень сложности, но все сделали, все устранили. По дорогам планируется, вот сейчас начнем уже разработать поезда. Это средний ремонт по селу Белое. Три улицы будет асфальтировано. И дорогу между Белое и Щучье. Большинство жителей Белого живет за счет подсобного хозяйства. Скот здесь держат многие. Это и свежее молоко, масло, яйца и мясо. Расширить количество голов не прочь и мелкие предприниматели, которые пользуются поддержкой государства в рамках программ по развитию бизнеса. По жирамонаду, да, и, конечно же, вопросы были. В основном у нас вопросы по нехватке сенокоса было. Нам вот сейчас было возвращено полторы тысячи гектар. Пастбищ, неугодия более-менее хватает. Положительную динамику в развитии села отмечают и сами жители, для многих из которых живут здесь не один десяток лет. Ну, когда нужно, к нему обращаемся, он помогает. Воду тоже провели. Когда прорывы, он помогает. Сразу в группе смотрим, уже все подключили. Когда коснешься, придешь, он не отказывает. Молодец. Для Ханталгач у нас работает полтора года. Что я могу сказать? Человек отзывчивый, всегда выполняет свои обязанности. А с водой вопросы решили. По территории Беловского сельского округа, всегда часто делается у нас детская площадка, производится везде, везде он участвует сам. Никаких обязанностей на других не ссылается, сам все делает. С трудоустройством в Белом все в порядке. Работа есть, приезжают и молодые специалисты. Покидать родные края люди не собираются, а все потому, что их села только начинают жить. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Североказахстанская область.